Девушки отдыхают Я каждый год ожидаю, когда начнется Великий Пост, чтобы войти вот в это понимание земной жизни. Я бы не стал прерывать службу, потому что нужно сегодня слушать особо то, что читается. Вот в этих словах, которые заложены в том, что читается в эти дни, не только в каноне Андрея Критского, заложена вся премудрость и красота Церкви. Но все-таки прервем на мгновение вот эту красоту и премудрость Церкви и скажем несколько слов на нашем языке нашей жизни в 21 веке. Размышляя не только за собой, размышляя за тем, что я вижу вокруг себя, я сегодня очевидно, совершенно ясно вижу. Вот маленькие дети, вот родились дети. И мы видим, что они неуправляемые. До революции, чтобы дети были управляемые, их обычно очень жестко завязывали. Был ли такие полотенца или там простыни, и в простынь жестко завязывали руки. И ребенок до определенного возраста, пока было кормление матери, он был вот в таком состоянии. Он не то, что не двигал руками, он не болтал руками. Он был как бы связан, но в то же время чувства его успокаивались именно в этот момент. Два момента было важных. Никаких не было кесаревых свечений. Ребенок должен пройти через женское начало. Обязательно должен пройти, родиться. И дальше второй момент его скручивали. Вот этим, этой простынью или полотенцем. И таким образом он был как бы сжат, а в душе его жизнь была, потому что мать его кормила молоком. Женщины обычно кормили по три года примерно детей. Я много разговаривал с женщинами, еще когда был молодой, потому что всегда интересовался качеством нашей жизни, смыслом нашей жизни. И мне говорили, что в старинные времена женщины кормили до трех лет детей, иногда даже больше. Естественно, во время кормления женщины не беременели. И вот ребенок до определенного времени, пока не начинал ходить, вот он был в таком состоянии. И вот сегодня, когда я наблюдаю за детьми, я очень много общаюсь с детьми. Даже сейчас нам принесли котенка, котенок неуправляемый. Если бы его сфотографировать и снять на фильм, что он творит, то мы сказали, как вы вообще выдерживаете? Ну, выдерживаю только потому, что я епископ, и я не должен лишний раз на что-то реагировать. Что он творит, мы просто не можем даже оценить его маршрута, где он окажется. Да, на голове моей или на лампе. Вот, я буду есть пищу или он за меня съест. Трудно предположить. Но я совершенно говорю о другом. Вот эти дети наши, дети сегодня не знают, чтобы все вместе ели в одно и то же время. Ребенок захотел поесть, его тут же покормили. Он не ждет, когда все сядут за стол. За стол мы садимся, мы кухаркины дети на кухне едим. Ребенок это видит. Ребенок видит, как мать и отец ругаются, ссорятся, осуждают кого-то. Он все впитывает в себя. И вот каждый раз, когда смотришь на маленьких детей, даже еще на отраков, которым еще нет 11 лет, я просто поражен. Он из себя поражен. Когда я был тоже маленьким, мое дело нужно было уйти из дома. Мама, я пошел играть в футбол. Или я пошел погулять. Но погулять, это такая тайна. Где мы гуляли, что мы делали. И вот это детство, каждого из нас, сегодня мы в основном расплачиваемся за наше детство. И вот каждый раз, когда смотришь на детей, вот в этот момент они набирают болезни. В этот момент они едят не весь что. В этот момент они говорят не весь что. Но что поражает меня? Меня поражает то, что дети почему-то стремятся к плохому. Очень редкие дети, которые желают увидеть хорошее, послушать хорошее. И наблюдая за поведением детей, а еще больше за их желанием, вот здесь можно уже определить, что есть в этом ребенке. Потому что в этом ребенке все роды, наследственность. И вот сейчас он приобретает. Вот как он себя ведет? В нем сейчас только одна наследственность. У него нет опыта жизни. Опыта жизни нет. И в нем вот действует что-то. Вот он хочет это. Он желает вот это есть. Он желает вот это пить. Он желает выругаться матом. Он желает сказать сверное слово. Он хочет увидеть вот эту грязь. Он стремится к грязи к этой. Я все время задаю вопрос, почему? Почему? И редкие дети, которые ведут себя совершенно по-другому. И вот меня поражает еще один момент. Да, родители сейчас начнут заставлять детей что-то делать. Скажут, ты должен ходить в детский сад. Или ты должен идти в школу. Кроме школы, ты обязан идти в музыкальную школу. Или в художественную школу. Смотрите. Да, ребенок слушает. Я спрашиваю многих людей. Ты, когда был маленьким, ты ходил куда-то? Да, я ходил в спортивную школу. Я ходил в музыкальную школу. Я ходил в художественную школу. Но смотрите, что получается. Окончили, проходили 7 лет музыкальную школу. Школа окончилась. Закрыли инструменты. Больше не прикоснулись. И вот позавчера я беседовал с Николаем Николаевичем, который у нас здесь приехал из Москвы. Он, его брат приехал. Он сейчас работает учителем физкультуры в школе. И мы с ним, наверное, часа два беседовали. Потому что я каждый раз... Вы уходите домой. Ваши дети приходят сюда, живут. Вы отдыхаете, смотрите телевизор. А я все время подбираю программы. Какие программы подобрать? И вот, подбирая эти программы, мы с ним разговаривали. Что нам делать? Как быть? И смотрите, что вам сейчас говорю о каждом из нас. О каждом из нас. Да, дети, маленькие. Что нужно с ними сделать? Нужно поставить их волю. У них воля не поставлена. Она разбалансирована. Надо поставить их поведение. Надо поставить им ум. Что еще нужно поставить? Нужно поставить им чувства. Если мы будем кормить сладостью, если мы будем потакать их воли, то они будут очень плохо подготовлены для будущей взрослой жизни. Дальше мы их отправляем в детский сад или в школу. Каждое мгновение ребенка, подростка, надо смотреть, чем он занимается. Он может даже что-то совершить, возвращаясь из школы домой. Задержаться где-то. Он может иметь друзей, но с этими друзьями надо знать, кто друзья вашего ребенка или внука, или внучки. Потому что он может зайти к друзьям, таким же, как он, и там что-то совершить. Поэтому каждый раз мы говорим одно мгновение, может быть, одно мгновение, где проявится его необразованность. Значит, нужно ребенка образовать, мы говорим. Что значит обучить? Это значит обучить и воспитать. сказать что-то очень важное и воспитать, сформировать его волю, ум, чувство, его поведение, сформировать в нужном качестве. Все, что я вам сейчас сказал, нигде этим никто не занимается. Мы отдали музыкальную школу ребенка. Да, ему ставят руки, ему ставят слух. Он научился читать ноты, знает язык нот, как хор сегодня знает язык нот и поет нам именно так, а не иначе. Поэтому мы каждый раз видим с вами, что с нами случилось сегодня. Нас не перенают крепко и жестко. Нас точно совершенно не воспитывают, не формируют из нас определенный тип личности. Какой тип личности? Нас не готовят совершенно для взрослой жизни, сюсюкают с нами, дают нам не ту пищу. И вот здесь происходит тайна. Смотрите, примерно до 21 года, до окончания профессионального образования, фактически никто не занимается формированием типа личности. И когда мы разговаривали с Николаем Николаевичем, пришли к удивительному выводу. Да, мы ходим в музыкальные школы. Да, мы ходим на спортивные секции. Да, мы ходим в художественные школы. Да, мы смотрим телевизор и можем там чему-то учиться. Да, мы ходим в школу, учим физику, химию, биологию. Посмотрите, нам исполнилось 21 год. Мы окончили высшее учебное заведение. Через некоторое время мы вступили в брак. А теперь смотрите, вступили в брак и конец. Больше ни к чему не прикасаемся. Никаких спортивных школ, никакой музыкальной школы, никакой музыки, никакой физики, никакой химии, биологии. Ничего нет больше. И когда мы с ним разговаривали, я в ужас пришел. Я все время искал, где эта точка, вот где эта точка. Когда мы перестаем заниматься собой и перестаем образовывать себя. Когда с нами кто-то перестает заниматься. Да, каждое учебное заведение, будь это детский сад, будь это школа, будь это колледж, институт, университет, будь это даже дом наш, еще есть какое-то воспитание. И что-то еще есть. Но когда мы вступили сами в брак, все закончилось. С нами по-другому уже говорят родители. Мы встречаем учителей уже как одноклассников, с ними говорим о другом. Все закончилось. Теперь начинается два дела. Первое дело – это брачная жизнь. А второе – работа. И больше ничего. А работа совсем не связана ни с музыкой, ни с живописью. Она не связана даже с профессиональным образованием. Многие получили образование одно, а работают совершенно в другом. Вот где точка. И дальше начинается поход уже приближения к смерти. Мы готовимся уже к смерти. Еще побуйствуем с вами немножко. Поедим, попьем, попразднуем. Может быть, вступим в брак один, два, пять раз. Это уже не имеет значения. Брак – он везде брак. Вот о чем разговор идет. И когда мы сегодня возвращаемся к тому, зачем мы пришли в церковь, Господь нам говорит, да нет, у вас нет вообще отдыха. У вас нет ни одной минуты свободной. Потому что ваша земная жизнь, Господь нам говорит, это такой маленький отрезок, временная такая жизнь. Это такая временная жизнь. Поэтому смотрите, что происходит. Мы сегодня не обучены в самом главном. Мы не обучены и не образованы, и не воспитаны, соответственно, в самое главное, в отношении к Богу. Все, что я сказал, музыка, пение, науки, физкультура, физкультура, спорт, даже профессиональная деятельность, все это только для этой жизни. Мы сейчас прикасаемся к с вами тайне, величайшей тайне. Нас готовят только для этой жизни, вот для этой мирской жизни. В советское время все было хорошо. Я здесь открыл все программы съездов. Все съезды, 11-й, 12-й, 15-й съезд. Смотрел, что, кто говорил, как они строили эту жизнь. Все делалось хорошо. Все бесплатно. Иди в любой кружок, в любую секцию. Хочешь быть ученым? Пожалуйста. Хочешь быть спортсменом? Пожалуйста. Хочешь быть певцом, танцором? Пожалуйста. Все открыто, все бесплатно. Капиталист один только, государство. И оно вам дает бесплатно пользоваться школой, медициной. Все бесплатно. Вы можете заниматься чем угодно. Вам запрещено думать о Боге, знать Бога, жить по закону Бога. Вам запрещено. Смотрите, что это напоминает нам с вами? Это нам напоминает с вами детей Каина и потомков Каина. Они точно так же жили. Они занимались ремеслами, пели песни, танцевали, вступали в браки, рожали детей. Но сказано, имя Бога не призывали. Вот это самая высшая тайна. И мы с вами сегодня, пройдя вот это детство наше, совершив много ошибок, из поколения в поколение, из поколения в поколение собираются грехи и зло. И никто не понимает, почему дети такие. Все ли такие дети? Нет, не все. Не все. И мы знаем, когда читаем жития святых, мы знаем, что вот они, когда были даже детьми, были другими. Сергий Радонежский, Серафим Саровский. И как мать не склонялась Прохора, будущего Серафима Саровского, Прохора, он был Прохором до монашества, чтобы он стал купцом, не стал. И когда начались девяностые годы, огромное количество людей стало торгашами. А многие люди не стали торгашами. Они получали гроши, учителя, например, и не стали торговать. Как они жили, мне трудно представить. Поэтому сегодня мы говорим, что зло и грехи накапливаются, как снежный ком из поколения в поколение. И когда вот этот рождается ребеночек, он в себе и имеет вот эту наследственность. Или хорошую, или дурную. Но вот, коль мы с вами прошли детство, коль мы помним, сколько мы плохих слов сказали наших родителям, сколько мы на них повышали голос, сколько мы раздражались, топали ногами. Я помню, никогда не забуду случай, я шел в Иваново летом, прошел дождь, и вот все люди в радости, солнце вышло, а здесь лужи такие. И вдруг мать идет с маленьким-маленьким ребенком, я не знаю, три года ему, но она его ведет за руку. И вдруг этот ребенок что-то начал требовать у матери. Мать не знает, как себя вести, все смотрят на них. И тогда ребенок подошел в лужу, упал в лужу и начал топать ногами в лужу, требует то, что он хочет. мать сдалась. Она сказала, хорошо, пойдем, я тебе сейчас сделаю, что ты хочешь. Но он уже показал себя, что в нем неустроенность, его не перенали, ему что-то не дали, его материнской школы не было, отцовской школы не было, родовой школы не было, ребенок неуправляемый. и если бы мы с вами, я все время возвращаюсь к этой теме, если бы мы с вами сейчас вернулись бы к времени до 17-го года и увидели бы наших родных, увидели бы жителей того же Градца, того же Нижнего Новгорода до 17-го года, до этой гражданской страшной войны, до этой резни, когда брат брата убивали, дети родителей, мы увидели бы совсем других детей. И когда читаешь некоторых, многих писателей, которые пишут о своем детстве, о юности, там нет того, что мы прошли в советское время. И здесь, где мы с вами стоим сейчас, в этом святом храме, и там, где мы с вами дышим воздухом, которым дышал Юрий Долгорукий, и дышал этим воздухом Александр Невский, Екатерина II, Петр I, они здесь были. Мы стоим с вами здесь. Когда произошла революция, что здесь сделали? Здесь сделали колонию из монастыря для малолетних преступников. Появились уже малолетние преступники. А до революции такого не было. Появились малолетние преступники. И когда мы смотрим с вами фильмы о том времени, мы уже видим, что это наше время. Мы дети советского времени. Мы дети преступного времени. Пошли воины, пошли убийства своих. Правители стали уничтожать свой собственный народ. Вот как вырваться из этого? И сегодня мы пришли в церковь поздно. Мы пришли уже многие перед уходом из этого мира. Мы пришли сегодня в церковь Божию, когда уже стали больными. Мы пришли сегодня в церковь Божию, когда наша жизнь брачная не сложилась. Потому что мы сегодня разучились жить вместе. Даже два человека, которые говорят на одном и том же языке, которые живут в одном и том же пространстве на одной и той же территории, которые, может быть, ходили в одну и ту же школу. Даже эти люди, попав вместе и живя вместе в одном пространстве дома, они не могут найти общего языка. Посмотрите, что с нами стало. А как же быть о тех, кто жил до революции, когда было детей по 12, 15, 18? Как они находили общий язык? Они находили общий язык, потому что была чистая наследственность, чистая наследственность. И если в каком-то роду, в деревне, в селе, даже в городе кто-то ведет себя ненормально, то у таких родителей никогда не возьмут в брак детей их, с ними никто не будет общаться, им не будут доверять. Вы посмотрите, какие люди тогда жили, никаких договоров не заключали. Мы живем с вами и находимся в купеческом городе Городце. Это был купеческий город, потому что рядом Волга. Там, где были реки, это были купцы. Эти люди ходили не только по Руси и России, они ходили и в Европу. Посмотрите, договоров не было. Человек говорил слово купца. Слово купца. Все, никаких бумаг не заключали, никаких печатей не ставили и подписей. Никаким нотариусом не шли, чтобы удостоверить это имя. И была тайна такая. Если какой-то человек дал другому что-то взаимы не деньги, не обязательно деньги. Чем-то помог. Приходит человек и говорит, помоги мне, вот мне нужно вот это. Человек ему говорил, когда отдашь, когда вернешь, я верну тебе на Пасху. Приходила Пасха, а этот человек не возвращал. приходил к нему тот, у кого он взял и говорит, ты сказал, что в Пасху вернешь. Ты знаешь, я не могу вернуть тебе в Пасху, я тебе верну в Троицын день. Человек приходил в Троицын день и говорил, ты обещал вернуть в Троицын день. Он говорит, не могу вернуть тебе в Троицын день, нет у меня. Когда вернешь, верну в Рождество Божьей приходил человек в Рождество Божьей Матери и говорил, ты обещал мне вернуть, я не могу тебе вернуть, слушай, ты мне больше ничего не должен, ты будешь должен Богу, вот это было страшно. И тогда человек шел, все продавал, лишь бы только не быть должным Богу. мы понимаем, о чем сейчас говорим. Я дерзну сказать, что об этом говорят только в нашем храме. Я нигде не слышал ничего подобного. Вот это мои размышления. Вот для этого я покупаю только книги. Кроме книг ничего больше не покупаю. И дети Каина, потомки Каина, они жили как в советское время, все было у них. Они гуляли, пели, играли, ремеслами занимались, промыслами. Но имя Бога не призывали. Вот это очень важно. И смотрите, и сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть, пренебрегаемым человеческими человеками сими. Потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. А до этого жили люди по 950, 960 лет, 800 лет, 700 лет, 600 лет, 700, 600, тысячу лет жить. И Господь видит, как живут люди, чтобы они не жрили в зазле, пренебрегая именем Бога и обращением к Нему. Господь сказал, дни ваши будут 120 лет. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Потрясающе. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, истреблю от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Так сказано в книге Бытия, глава 6, 5, 7 стих. Вот о чем идет разговор. А теперь я вам хочу сказать следующее. мы с вами пришли уже в церковь. Многие пришли еще только в храм. Мы с вами уже множество раз исповедовались. Мы столько раз с вами уже каялись. Мы столько раз уже давали обещание Господи больше не повторим грех, которым мы вчера исповедовались. Что такое нас пришло? Посмотрите. 200 человек 300. Только в этом городе живет 30 тысяч жителей. А в Нижнем Новгороде миллион 200 тысяч. А в Москве 20 миллионов. А эти люди еще не пришли к Богу. Они еще ходят, они еще живут в своем мире. Они совершают то, что мы с вами сказали сейчас. Когда-то они тоже придут в церковь, когда-то и Господь приведет в свою церковь. И они повторят то, что мы с вами прошли. Поэтому Господь нам говорит, не судите. Почему? Мы уже прошли с вами через это. Теперь мы ожидаем, придут ли наши дети, придут ли наши родители, придут ли наши дяди и тети, придут ли наши крестные, придут ли наши соседи, придут ли наши учителя, которые еще не пришли к Богу, придут ли все правители, некоторые пришли. И вот на сегодняшний день мы с вами говорим, что им еще предстоит только прийти. но в каком возрасте они придут? А вдруг они придут за день до кончины? А вдруг они придут тогда, когда они уже будут парализованными? А вдруг они придут тогда, когда уже у них будет онкология четвертой степени и сделать уже ничего нельзя? Вот о чем разговор. Поэтому сегодня я скажу вам только следующее. Одно дело это отойти от зла, который мы творим. Отойти от явного греха. Если человек берет чужое, он еще не вошел во взрослое состояние, он еще ребенок. Если человек изменяет своей жене или жена мужу, они еще не вошли в нормальное состояние. Если человек пошел на государственную службу ради того, чтобы там воровать, он еще не вошел в нормальное состояние. Он еще ребенок. И как детям, которые шалят, мы привыкли, как детям, которые совершают непристойные поведения, мы привыкли поступки, так и к ним мы должны привыкнуть. Господь говорит, не судите. Это бесполезно. И тогда вступает в силу сам Господь. Посылается человеку болезнь, посылается человеку приговор суда. Человек отправляется в колонию, где пять-шесть уровней колючей проволоки, а может быть забор, где собаки охраняют этих людей, где люди охраняют с оружием. И смотрите, Бог и там их не оставляет и ожидает от них. Туда нас посылает. Мы идем в эти колонии, где шесть-восемь судимостей, где тысячи людей в каждой колонии. У нас их девять особо опасных преступников. И мы там им говорим, смотрите, вернитесь к Богу, и вы уже не будете воровать. Вернитесь к Богу, и вы не будете продавать наркотики. Вернитесь к Богу, вы больше убивать не будете. Вы не будете больше насиловать. Итак, воспитание заключается наше не в том, что мы будем знать физику или химию. Наше воспитание заключается не в том, что мы будем учеными с вами, или политиками, или правителями. Наше Воспитание заключается в том, будем ли мы людьми морально-нравственными. Если мы не будем морально-нравственными, хоть ты будешь правитель, хоть ты будешь лауреат Нобелевской премии, что толку? И Господь нам дает вот этот фундамент, дает нам вот это основание для того, чтобы мы подготовились для будущей вечной жизни. Если мы родились с вами уже на земле, мы родились для вечной жизни. Все, мы обречены жить вечно. Тело это наше, ради которого мы живем. Тело это наше, которое любит сласти. Тело наше, которое купается в страстях и пороках. Все останется здесь на земле. Но в зависимости от нашего поведения, как мы вели себя с нашими родителями, как мы вели себя с нашими родственниками, как мы вели себя с нашими учителями, как мы вели себя с нашими соседями, как мы вели себя с теми, с кем учились профессиональное образование, получая преподаватели, студенты, Как мы вели себя там, где работали. Как мы вели себя там, где жили. Вот это очень важно. Как мы вели себя с мужем или женой. Вот это. Вот это пойдет с нами на всю жизнь. И душа будет такой, как мы себя вели. По поведению человека можно сказать, как он внутри устроен. Поэтому на сегодняшний день мы с вами говорим, первое есть отойти от зла и не творить зло, и не совершать греха. Это первое. Но есть второе действие. Те, кого мы называем святыми, это не те люди, которые перестали делать зло. Это только первая часть нашей жизни. Когда мы приходим к Богу, в его школу и больницу, в его церковь. Второе действие. Мы должны приобрести дары ситага Духа. Каждый из нас должен стремиться к святости. Мало не делать зло. Нужно не просто делать добро. Нужно, чтобы добро разумное стало нашей плотью, стало нашей потребностью, стало нашей природой. Вот где весь смысл. Испорчена наша природа. Сегодня мы пришли с вами уже в церковь, переступили врата территории храма. Сегодня мы должны начать новую жизнь и великий пост. И голос Андрея Критского нам напоминает и то, что сейчас будет читаться. Вслушайтесь в слова, которые сейчас будет читать Афанасий или кто-то еще. И вы увидите и услышите такие слова, такую красоту и премудрость в церкви, такую глубину и высоту церкви, которые вы нигде никогда не услышите. С нами никто так никогда не разговаривал. Это записали, это составили люди, которые не были детьми советской власти и не были потомками Каина. Это дети Божьи сделали это. Итак, сегодня мы с вами находимся в удивительном месте. Смотрите, смотрите, мы здесь с вами в храме, а на той стороне люди, которые к церкви не пришли. Наши родные, наши близкие. И когда мы сегодня придем после службы домой, они нас встретят словами, они нас не поймут. Мы им даже не сможем ничего объяснить, потому что они здесь не были. Я раньше ездил в Москву и рассказывал разным людям, что я делаю в Иваново, здесь. И они говорили, да такого быть не может. Но я им на словах это объяснял. И потом в какой-то момент я понял, почему эти люди мне не помогают. А потом я понял, что они ничего не видят. Они же не видят, что я делаю. На словах только я им рассказываю. А мои слова, такие слова мои неразумные. Я не могу на этих словах им объяснить что-то очень важного. И когда некоторые из этих людей приезжают сюда и видят реально, что мы делаем. Сколько мы сил, да и не сколько сил. Вся наша жизнь ушла на то, чтобы чем-то помочь нашему умирающему, вымирающему населению. Когда они видят это реально, тогда они понимать начинают, что мы делаем. Ну, кто мы? Посмотрите, сколько у нас монахов. Это же единицы. Ну, 39 монахов. Из них 25 иеромонахов и игуменов. Что такое 25 человек? А у нас 350 тысяч населения в 13 районах. Прибавим к ним еще к 25, еще 85 священников. Женатых. 100 священников. На 350 тысяч. Как мы можем оторвать этих людей всех? От этой греховной и злой жизни. Да если бы они все к нам сейчас пришли, разве мы могли бы каждому из них дать то, что они ожидают. 350 тысяч. Поэтому сегодня мы находимся в таком состоянии. Сколько школ в Москве, в Нижнем Новгороде, в Заволжье, сколько детских садов, сколько предприятий, сколько досуговых центров. А нас раз-два и общался. Три человека на 38 тысяч, которые находятся в Заволжье. Три священника. Что мы можем дать? Поэтому сегодня благодарите Бога, что Господь вас привел в церковь. Благодарите Бога, что вы пришли именно сюда, потому что сегодня я свидетельствую перед Богом, перед нашим святейшим патриархом, что наши монахи, священники действительно жертвенно живут для людей. Они заканчивают одно учебное заведение, начинают другое, поступают. Второе заканчивают, третье. Для чего? Для того, чтобы быть вам помощниками. Для того, чтобы вас, ваших детей, ваших внуков привести к Богу, чтобы мы здесь вернули то, что положено на природе человеческой. Иметь мораль, нравственность, идеальность и духовность. Поэтому сегодня второй день Великого Поста. Сегодня у нас вхождение нашей природы в новое качество и в новое состояние. Бог не говорит нам, чтобы мы отказались от пищи. Что ожидает от нас Господь? Зачем мы должны поститься? Мы должны поститься для того, чтобы лучше и глубже покаяться. Все, больше ничего. Канон Андрея Критского только имеет одну цель. Чтобы нас привести к покаянию. Все писания святых отцов имеют цель, чтобы нас привести к покаянию, чтобы мы стали другими и сказать, как мы должны жить, какими мы должны быть. Самое главное, какими мы должны быть. Где бы мы ни работали, где бы мы ни были, будем ли мы с вами в браке, будем ли мы политиками, будем ли мы с вами профессионалами в медицине или в образовании. Это не имеет значения. Сегодня трагедия человеческого рода состоит в этом. И чтобы нас не смыл Господь потопом, как смыл когда-то потомков Каина, чтобы не сжег нас огнем, как обещал Господь, что этот род будет сожжен огнем. Мы все сегодня, живущие на земле, должны прийти к Богу, к Богу Творцу, к Богу Троице и войти в Его Церковь, как в школу и больницу. И в этой школе и больнице Бога нас будут пеленать заповеди, нас будет пеленать пост, нам будут говорить такие слова, которые останутся на всю жизнь в нашей памяти. И нас будут воспитывать, из нас будут формировать истинный тип личности по Богу. Вот это очень важно. Поэтому сегодня, когда мы с вами, пройдя вот ту жизнь, которую мы с вами сегодня немножко обрисовали, нам нравятся фильмы про преступников, потому что в нас есть преступность. Нам нравятся фильмы про блуд, потому что он у нас там немножко... Спрашиваю одну бабушку, блудила, она говорит, нет, сейчас не блужу. Я говорю, если бы тебя вернуть к юности сейчас бы, ты побегала бы. Но она говорит, уже не блужу. Уже успокоилась. Поэтому следите, смотрите за собой. Хочется вам это, значит, что-то есть, черевичок. Записывайте. И придете на исповедь, и не забудьте об этом сказать. Поэтому многое есть латентно в нас, то, что скрытое, мы не видим. Но как только условия появляются, смотришь, и в карман положил то, что тебе не принадлежит. И на мужичка чужого взглянуло не так, как надо. Поэтому не так все просто. Поэтому сегодня я прошу вас и умоляю, дорожите вот тем, что мы с вами пришли в церковь. И сейчас Господь нас готовит через канон Андрея Критского, готовит к этим 48 дням поста, после которых совершится уже событие. Мы с вами еще пройдем распятие Господа. Да, мы услышим с вами, что Христа распяли иудеи. А кто распинает сейчас Господа? Кто распинает его 2000 лет? Поэтому мы с вами распинаем Господа, когда не идем к нему, когда не беседуем с Ним, когда не исповедуемся, когда не молимся. Когда не постимся, когда не желаем принимать его закон, но стараемся, наоборот, уклониться от закона. И сегодня, когда вы придете домой и начнете беседовать с теми, кто остался дома и не пришел сюда, они скажут, хватит, надоело мне уже твои наручения, надоели. А когда он прибудет лежать и умирать, он вас попросит, чтобы вы привели священника и чтобы облегчить ему душу. Потому что не для всех болезней врачи могут подобрать нужное лекарство или даже сделать операцию. Поэтому сегодня благодарите Бога. Я говорю вам, а сам говорю сам себе. Если бы мы даже с утра до вечера только ходили бы и говорили, благодарю тебя, Господи, что ты меня сегодня родил в этот день, благодарю тебя, Господи, за прошедшую ночь. Даже это бы говорили. А перед сном сказали бы, благодарю тебя, Господи, за прожитый день. Благодарю тебя, Господи, что ты меня накормил пищей, что ты мне дал одежду, что ты мне дал воздух, солнце. Мы оскотенели, мы уже не видим, кто нам это дает, ни ученые, ни правители наши это дают. Мы должны хоть немножко проснуться сегодня, чуть-чуть проснуться. И тогда нам станет ясно что-то. И вот Андрея Критского, канон, должен в нас что-то воскресить. Он в нас должен что-то приоткрыть. Но если бы мы продолжали есть и пить, как обычно едим, то мы бы, наверное, ничего не поняли, не услышали бы ничего. Поэтому сегодня я благодарю Бога, что Господь мне дал возможность дойти до храма, участвовать в этом. И вообще, с утра до вечера благодарю Бога, что Господь меня избавил от той мирской жизни, которая есть просто мираж. И правильно в этом мире называют образ жизни, а образ проходит. А мы живем в реальной жизни. Как мы подготовим нашу душу для продолжения жизни в Царстве Божьем. Поэтому умоляю и прошу вас, кто способен еще остаться, останьтесь. Сейчас будет совершенно особое чтение. И я остаюсь с вами вместе. И напоминаю, что завтра у нас причастие. Завтра первое причастие в седмицу первую Великого Поста. Все мы готовимся к причастию завтра. Поэтому сегодня служба будет немножко дольше, чем обычно. Но мы выстоим ее, побудем здесь, чтобы насладиться глаголами Божьей премудрости. Богу нашему славы во веки веков. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...